Во время страшной грозы 25 августа 1530 года родился человек, которому суждено было прожить немногим более полувека. В эти 54 года уложились громкие победы и унизительные поражения, тяжкие грехи и истовое раскаяние, великие свершения и непростительные ошибки. Он смеялся, гневался, искал любви, растил детей, убивал врагов, предавал и был преданным. И все это отзывалось на жизни миллионов людей, потому что младенцу, рожденному в эту ночь, предстояло стать первым русским царем и остаться в истории под прозвищем Иван Грозный. Его отец, великий князь московский Василий III, в личной жизни был несчастлив. В жены себе Василий выбрал Соломонию Сабурову, представительницу не самого знатного рода. С ней он прожил больше 20 лет, но брак оставался бездетным. Поняв, что надежды на появление наследника не остается, князь развелся с женой, заточил ее в монастырь, а сам вскоре женился снова. Избранницей великого князя стала юная Елена Глинская, представительница не столько знатного, сколько знаменитого литовского рода, совсем недавно перебравшегося в московское княжество. Разница в возрасте, жениху было под 50, невесте не исполнилось и 20, традиционно никого не смущало. Род Глинских заслуживает отдельного представления. Восходит он к небезызвестному Мамаю. Родоначальник княжьего рода Глинских, Бек Мансур, был сыном темника Мамая. После гибели отца Мансур выехал в Великое княжество Литовское, перекрестился там в Александра и получил в Удел Глинск и Полтаву. Сам, не будучи чингизидом, Мамай очень старался сделать своих детей особыми царской крови, и для этого женился на чистокровной чингизидке, золотордынской принцессе, дочери хана Бердебека. Вполне возможно, что в жилах Ивана Грозного текла кровь Чингисхана. Официально объявить его потомком Потрясателя Вселенной мешает только одно обстоятельство. Точно неизвестно, был ли Мансур рожден от дочери Бердебека или от другой жены Мамая. Дедом Елены Глинской по матери был Стефан Якшич, военный вождь сербов, бежавших от Османов и осевших на юге Венгерского королевства. Бабка Ивана по отцу Софья Палеолог, принцесса из рода византийских императоров. Итак, кровей, в том числе и царственных, в нашем Рюриковиче соединилось немало. Новый брак Василия Третьего заключался явно не по расчету. Отец невесты к тому времени уже умер, а дядя, глава рода Глинских Михаил Львович, уже больше десяти лет находился в заключении. После замужества Елена Глинская все-таки выхлопотала дяде свободу. Покладистость Василия Третьего в данной ситуации неудивительна. Судя по всему, в молодую жену он был влюблен беззаветно. По просьбе... Просьбе... Просьбе...